Всем добрый вечер, четверг, 9 часов вечера, и с вами Искусство Возможное, и я, и ведущий Сергей Ильин. Только что, чуть было я вам не сказал, что сегодня у нас в гостях, а потом понял, что этого вам сказать пока не могу, поскольку наш сегодняшний гость, шоумен, создатель и лидер трэш-металл группы Коррозия Металла, музыкант, музыкальный продюсер, общественно-политический деятель Сергей Троицкий, он же Паук, к сожалению, пока все никак до нас не доберется. Проблема то ли в пробках, то ли дело в том, что представитель трэш-музыки не может явиться вовремя. Так или иначе, тема нашей сегодняшней беседы «Рок и политика», «Политика и рок», «Рокеры в политике», и очень хочется, конечно, начать с нашего героя, но наш герой, к сожалению, не подъедет, и подъедет, видимо, явно не всю секунду. Поэтому прямо сейчас у нас на линии известнейший музыкальный журналист Максим Кононенко. Максим, вы нас слышите? Прошу прощения. Так, сегодня у нас все удивительно хорошо технически получается, поэтому просто давайте порассуждаем о том, что такое «Рок». Дело в том, что исторически «Рок» и «Политика», наверное, практически неразделимы. Так, появился господин Кононенко на линии. Максим, добрый вечер. Привет. Привет. Слушай, мы сегодня проводим встречу с господином Сергеем Троицким, пауком, но он, естественнейшим образом, опаздывает, но у него работа такая, ему положено. Поэтому я с твоего разрешения обращусь для начала к тебе. Вот как ты считаешь, вот ситуация «Рок и политика», «Рок и протестное настроение» – это вообще серьезно или это было давно, и это вообще все придумали буржуи? Как это все происходит на самом деле? Скажи мне, пожалуйста, как известны музыкальные и политические журналисты? Но не существует никакого же формального определения слова «рок». Правильно? Есть некое такое эмоциональное ощущение того, что такое рок, что такое рок-н-ролл. И разные люди могут чувствовать это по-разному. Кто-то чувствует это как Элвиса всего такого в блестящих расшитых одеждах. Кто-то чувствует это как, не знаю, группу Sex Pistols, убивающую себя. А кто-то чувствует это как протест. Это, мне кажется, не существует никакого однозначного понимания того, что такое рок. Никто точно этого не знает. Хорошо. Есть какое-то ощущение. Вот ты чувствуешь, что вот это вот рок-н-ролл, а вот это вот не рок-н-ролл. Вот ты чувствуешь, что Майк Науменко – это рок-н-ролл, который никогда в жизни не пел ничего на политические темы. А Шевчук, который на эту тему поет с утра до ночи, это не рок-н-ролл. Это говно. Такие слова у нас в эфире, по-моему, запрещены. А может, не запрещены, не знаю. Ну хорошо, ты неожиданно заявил, что развел, допустим, Sex Pistols и протест. Но Sex Pistols, в общем, как раз, насколько мы были, кроме все прочего, вполне политизированы. Они не только, условно говоря, кушали младенцев, но и поносили английскую королеву, чтобы по английским понятиям... А ты считаешь, что поносить английскую королеву – это политический протест? Прости, а ты хочешь, чтобы политический и умный был? Дело в том, что политический протест, как правило, может быть трэшим, может быть глупым, может быть, ну, как в случае панка. Он достаточно редко бывает интеллектуальным, на самом деле. Нет, послушай, политика – это столкновение интересов. То, что делали в своих писалах, называется провокацией. Олег Кулик, когда переодевался собакой, он занимался не политическим протестом, или, бог с ним, Олег Кулик, Бринер, когда в боксерских трусах и в боксерских перчатках залез на лобное место, прыгал там и кричал «Ельцин, выходи!» Это был политический протест? Нет, ну, дело в том, что тут вопрос искусства провокации. Вот, например, чтобы далеко не ходить, наш гость, который пока что провоцирует меня на крайне злобное к нему отношение, поскольку его нету в студии, он, в общем-то, неплохой провокатор, и в том числе политический. Вспомним его историю с выборами мэра города Химки. Но есть же и вполне конкретные провокаторы политики. Причем, грубо говоря, искусство провокации владеет, допустим, с одной стороны, если говорить о наших родных осинах, Владимир Вольфович Жириновский, а с другой стороны, этим вполне владеет, например, президент Ирана Махмуд Хваниниджат. У него тоже провокация. Целеполагания разные. Понимаешь? А Владимир Вольфович Жириновский зарабатывает себе публику для того, чтобы публика за него голосовала. А Паук зарабатывает себе публику для того, чтобы публика ходила на его концерты. То есть, правильно ли я понимаю, что если сейчас ко мне приедет Паук, и на вопрос, в первую очередь, музыкант или общественный деятель, он ответит, общественный деятель, то ему нужно сразу сказать, вы врете, и так вам просил передать господин. А Паук всегда врет. Что ж, меня раньше не предупредили. Правильно ли я понимаю, что мне нужно исходить именно из этого? Но это, кстати, не так уж плохо, на самом деле. Это все знают. Все политики всегда врут, и все музыканты всегда врут. Да и журналисты не врут, только ты и я, собственно говоря. Ну и тем не менее. Вот еще один вопрос. Рокеры в политике. Это всегда трэш и цирк или как? Потому что, например, если говорить о киноактерах, вот возьмем к примеру. Ну что далеко ходить? Два примера. Шварценеггера и Рональд Рейган. Думали киноактеры оказались вполне приличными людьми и неплохими управленцами. Ну смотри, актерская профессия, она, мне так кажется, хотя многие актеры, с которыми я знаком, они со мной на эту тему спорят и соглашаются обижаться. Мне кажется, что актер, это человек, хороший актер всегда туповат. Я понимаю, о чем-то. Мне недавно за это собирались испортить лицо. Я как-то выдвинул подобную теорию. Да, потому что актер должен быть пуст. Да, его должен там наполнить. Наполнить режиссер и... Ну да, он не должен играть самого себя. Если у человека есть свое я, ярко выраженное, он играет самого себя, и он плохой актер. Прости, а тогда кто такой певец, который поет песни, которые не совсем он написал? Рональд Рейган и Арнольд Шварценеггер – актеры не очень выдающиеся. А мне Шварценеггер нравится, он хороший комедийный артист, на мой взгляд. Подчеркиваю, комедийный. Ну нет. Ну он лицом играет. Значит, и что у нас из этого получается? Мы можем провести пролив с артистами, с музыкантами, да? Какой-нибудь не очень успешный музыкант вполне может стать политиком. Почему нет? И именно поэтому успешный музыкант не станет политиком, поскольку им это неинтересно? Абсолютно. Он живет в этом. Я еще раз приведу в пример Майка Науменко. Самую главную и настоящую, и единственную на самом деле рок-звезду в СССР. Ну, может быть, еще Цой был рок-звездой. Но он уже там потом поставил это на индустриальную основу. А Майк Науменко был настоящей, чистой такой рафинированной рок-звездой. А Башлачев, или ты к нему тоже не испытываешь особой симпатии? Ну, Башлачев, он не был музыкантом. Он, этот человек писал стихи, а музыка у него была прикладным инструментом. Он не создавал музыку. А Науменко создавал органическое совершенно произведение, из которого было не вынуть ни слов, ни музыку, ни образ жизни этого человека. То есть вот это было очень важно. Слияние, естество, как бы рок-звезды, это сочетание того, что он высказывает, и того, как он живет. Я понял. Максим, огромное спасибо, подчеркиваю, огромное спасибо. К нам наконец-то прибыл наш сегодняшний гость. Поэтому мы откланиваемся и говорим спасибо Максиму Кононенко. И переходим к нашей основной беседе. Итак, я повторю, сегодня у нас в гостях музыкант, музыкальный продюсер, общественно-политический деятель Сергей Троицкий. Он же Паук. Добрый вечер, Сергей. Да, привет всем, как бодрость духа. Дико извиняюсь за небольшое опоздание, но у нас до сих пор в Москве лужковские пробки. Когда я стану губернатором Подмосковья, то мелкие аварии, они будут приравнены к экстремизму, называется. Если человек в дурк на две копейки врезался и стоит на дороге, например, и ставит пробку, то его будет сразу судить по статье 482. Я понял. Я прошу прощения, у нас сегодня два гостя или один? Кто собирается говорить? Я буду. Отлично, договорились. Так, у нас сейчас остается две минуты до... Но Борбан может подтверждать, например, допустим, да. Потому что он должен... Тевать головой и говорить, например. Да, да, да. А также типа. Отлично, отлично, возражаю вам. Так, Сергей, до первой перебивки мы не успеем обсудить много вопросов, поэтому вопрос, как правильнее представлять, просто чтобы мне понять. Я залез в Википедию, и это, по-моему, займет все время до паузы. Шоумен, создатель и лидер трэш-металла группы Коррозия металла, автор музыки и песен, писатель и художник. Продюсер контркультурных СМИ, журнала и телешоу «Железный марш», музыкант, музыкальный продюсер, общественно-политический деятель. И сюда еще КТР не вошло. Да. Ну, Сергей Троицкий, паук, лидер грубо Коррозия металла. Все. А что касается Викпедии, например, да, это вообще, например, на самом левейшая структура, да, называется. Она не дает нормальным редакторам править материал. И публикует только ложь, а когда человек захочет что-то исправить, например, да, то вам сразу отвечает. Знаете, например, у нас очень много людей правит, и мы не знаем, кому верить. Так, да что читать? Вашу биографию на Лурк-Море, например? Это более честный ресурс. Он, кстати, вас любит, он добрый. Да, да. Ну, нужно все изучать, мониторить, и любой человек, например, нормальный, например, он сделает это, все это, как это называется, обобщив, сделает правильный вывод, например. Я понял, о чем вы. Я, например, постоянно читаю ваше интервью, например, и поэтому, как мне кажется, постоянно пребываю в курсе. И сейчас я прошу прощения, я немного сбит с толку, поскольку от всех этих временных, так сказать, флюктуаций в континууме. Но континуум наконец-то заканчивается, и я напоминаю, что передача «Искусство возможного» у нас сегодня в гостях лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий. Вы можете звонить нам по телефону 8-495-6-5-10-9-9-6, и я рассчитываю, что в сегодняшней передаче будет много интересных вопросов, на которые ответит наш гость Сергей Троицкий. Я от души надеюсь при этом, что вы будете понимать, что мы все-таки находимся в прямом эфире, неприличных вопросов не задавать, в противном случае вас будут обрывать где-то на уровне аппаратный, что вам само собой никоим образом не понравится, о чем я вынужден вас предупредить. И мы выходим на рекламную паузу. Итак, мы продолжаем программу «Искусство возможного». С вами Сергей Ильин, и я напомню, с нами лидер трэш-металл группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий-паук. Телефон нашей студии 8-495-65-10-20-99-6. И мы продолжаем наконец-то. Сергей, вы на сцене и в образе почти 30 лет. «Коррозия металла» возникла в 1985 году. Как удается, с одной стороны, держать столько времени образ, и с другой стороны, в то же время его модернизировать? Модернизировать удивительно успешно. Плодить дико модные запоминающиеся фразы, слоганы. То, что любящий воспользователь интернета называет мемами, например. Успех ваш у Твиттера перед выборами в Химках. То есть, очевидно, что вы еще и преуспеваете в современных технологиях. Ну, главное, понимаете, как называется, как говорит мой папаша, и говорил мой прадед, допустим, это Нижегородский священник. Главное, чтобы была бодрость духа, например. Не унывать никогда, например. И придумывать массу способов, например, допустим, да, чтобы потешить себя любимого, например, да, соответственно, радоваться жизни. А если ты будешь радоваться жизни, то будет бодрость духа отличная. И, допустим, самые, допустим, которые, допустим, не кайфовые ситуации, даже бытового типа, например, которые могут сломить или омрачить, как называется, простого обывателя, а всегда даже в какой-то ужасающей ситуации можно найти смешные моменты, дико над этим поржать, например, выпить модного крымского портвейна, например, и, как называется, как говорится в песне, и хорошее настроение не покинет больше вас. Отлично, отлично, спасибо. Слушатель Роман звонит в студию. Роман, здравствуйте, вы нас слышите? Здравствуйте, здравствуйте. Как бодрить духу, например? У нас это нормально, тем более в студию занесли какая-то моднейшая вискарь и крымский портвейн красный, например. О, Серега, ты как всегда гурманишь. Дружище, скажи, скажи, что произошло с оголтелым колометом, который ты обещал привезти дико в Химки и угореть на выборы? Ну, мы, это назывался насос высокого давления, например, да, мы его в день выборов привозили, презентовали около избиркома, но сейчас у нас более мощнейшее орудие. Это орудие называется гиперболлоид инженера Гарина, которое недавно было восторжено по чертежам Льва Толстого в 1926 году, например, на Химкинском заводе Энергомаш. И вот эту вот лазерную пушку мы повезем в Сирию. Дело в том, что в Дамаске состоится громадный концерт коррозии металла, например, он будет транслироваться на весь мир, ну, по типу как Лайф Эйд в защиту этих, ну, негров, которые голодали в Эфиопии, например. Вот. Но мы будем делать поддержку именно Сирии, например, мира, ну, и в то же время правительства. Но, естественно, некоторые темные силы, они пугают всегда, например, нормальные режимы беспилотниками. Беспилотники сбивать невозможно, например, вот. Поэтому, если мы привезем в Сирию, например, мощнейшее изобретение, как инженер Гарин, который может выжигать, допустим, в небе, например, допустим, периметр около километра и даже добивать до Луны, например, да, то там просто, называется, не то, что беспилотник, например, там все грачи, галки, они все оттуда разлетятся, например. И я полагаю, что в этом случае мы победим. Да. Так, я пытаюсь все вернуть все-таки к политической тематике, хотя я не могу отметить, что и выборы, к которым мы еще вернемся, и тем более ситуации в Сирии, естественнейшим образом, как бы вплетаются в канву нашей политики. Так, я хочу напомнить, что господин Троицкий отнюдь не новичок к публичной политике, то есть он не только говорит, но и делает. Ну, если не сходить, конечно, из-за того, что политика это искусство говорения. Может быть, это так оно и есть, не знаю. Ну и труд, труд громадный еще. Нет, это само собой, как и все остальное. Ведь никто не ценит, что самое ужасное. Все говорят про ворочение мешков, а мы ошибаемся, расстраиваемся и так далее. Так, нам звонит слушатель Александр, который хочет спросить про Никиту Белых. Мы будем отвечать на вопросы? Что нам до Никиты Белых? Ну, дело в том, что я в Кирове, раньше часто в Киров ездили, там много концертов давали. Но, к сожалению, после 2000 года в Кирове я не появлялся, и по этому поводу, в принципе, ничего существенно сказать не могу, например. То есть, слушатели мы отразим, например, или все-таки позовем ее? Может, он как-нибудь переформулирует свой вопрос, потому что он уже висит на линии. Ну, да, 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 да. Мы же добрые. Слушатели Александр, вы нас слышите? Да, да. Сергей Троицкий сразу отвечает, что он практически с 2000 года не был в городе и в области. Поэтому про Никиту Белых он может вам ответить только, если вы зададите какой-то неординарный вопрос, поскольку неординарные вопросы в нашей аудитории сегодня ценят. Спрашивайте. Ага. А, привет, паука. Угу. Привет, привет, да. Ну, хочу, во-первых, поблагодарить тебя за твои книги и манейши КТР товары. Ну, это понятно. Хорошо. Так, давай к делу, например. Ну, в общем-то, хотелось бы тебя спросить, а как думаешь, почему Путин послал в Киевскую область Никиту Белых и что же, по-твоему, произошло... Примерно понятно, спасибо. Угу. Так, ну, есть ответ на этот вопрос или вопросы... Ну, как бы называется, есть, ну, разная интересная тема, например, да, или губерния, где я бываю. Там я общаюсь с людьми, там они разносятся такие слухи, сплетни, которые можно проанализировать и сделать, выстроить целую систему, да, называть. И в том числе сплетни про паука, разумеется. Ну, конечно, естественно, про модных девиц и так далее, и так далее. У нас же все в стране, например, да, все... Вот ты можешь, допустим, оплатить тысячи рекламных роликов, например, да, про какой-то товаропродукт, например, да, про какую-то девушку, которая, например, клево порится. Ну, пока ты сам ее не отпорол и не рассказал другу, друг твою никогда ей не заинтересуется, например, да, потому что Сорокина почта происходит, она называется. Кто что рассказывает, как называется, какую-то мифологическую легенду, из нее можно что-то отбросить наполовину, но остальное получается реальное. И тогда человек этим товаром дико заинтересовался. Вот в данный момент про вот эту тему мне интересно сказать нечего, например, поэтому лучше к другому переходим. Я понимаю, может быть, это и хорошо, тогда предлагаю немного погрузиться в прошлое. Так, я запутался, у нас есть еще звонящие или нет? У меня перехватили мышку, две мышки на один компьютер, на две комнаты, это чудовищно, это меня вводит в когнитивный диссонанс. Это дико и совершенно не модно, как мне кажется. Итак, поехали назад в прошлое. Еще в далеком 93-м году кандидатура Сергея Троицкого выдвигалась радикальной партией Эдуарда Лимонова на пост мэра Москвы на выборах 93-го года. Вот. В 98-м году Сергей Троицкий вроде как выиграл по голосам выборы в Госдуму по Люблинскому избирательному округу, но сообщив про низкую явку, его отменили выборы в виде такой дела. Это правда? Да, там как называется НТВ, например, и Киселев, они были главные враги, например, всей Баркашевской тасовки, национал-патриотов, например, они заранее сняли провокационные фильмы, например, и готовили их, когда итоги программы, она выходила в 90-е годы, помнишь, с Киселевым, в 10 часов вечера, когда закрывались эти избирательные участки. И по мере появления информации с участков, да, у Киселева постепенно начиналась дичайшая истерия, например, они пускали мелкие джинглы, а примерно в 11 часов, например, допустим, выпустили целый фильм на час, например, про ПВК, про его сборище в фашистском штабе, например, про каких-то голых телок, там Гитлер Шишкина, вот это все. И Шишкин Гитлер. Да, 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 прямые исключения, например, да, и, соответственно, тогда... То есть Шишина Адовов только единственное, что, пожалуй, не выпускали Доренко, и на том спасибо. Да, 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 и там было, значит, это должно по закону быть 25% людей, а пришло, например, 24-99, говоря, полчеловека не пришло, например, вот если бы, допустим, ноги или руки пришли бы на участок, то было бы ровно 25% бы, и выборы состоялись, а вот полколлеги не хватило. Такая грустная история, еще бы несколько голосов и интересы люблинцев города Москвы в Думе. Ну, конечно, да, тогда бы у них не было и всяких катастроф в Капотне и так далее, и так далее, и совершенно другая жизнь была. И да, и в Химбах тоже самое, такая же ситуация, например, да. Я понял, да. Так, у нас на связи слушатель с неожиданным названием «Боксер», давайте мы его послушаем, может, он у нас что-нибудь хорошее скажет, хотя меня терзает смутное сомнение. Алло, мы вас слушаем. Алло, алло, привет, Серега. Да, привет. Привет, Серега, Зигулон. Отлично, отлично. Скажи мне, пожалуйста, очень меня интересный вопрос интересует про такого галтелого человека, как Тесак, например. Вот ты как к нему относишься? Его стола так много, он прям вот заспамил просто все, что только можно. Куда не зайдешь, везде Тесак, 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 Тесак. У нас в студии Тесака сейчас нет. Да, но я тебе скажу, это хорошая тенденция, что Тесак везде, например, да. Помнишь же страшные передачи, которые были буквально 5-7 лет назад, когда там вайт пару людей, например, дико гнобили, например, показали страшные фильмы. Многих людей в Питере убивали, прям вот эти все вот эти страшные вещи. И опять же много людей дико посадили, например. Одно дело понятно, что, например, так, когда, например, там Тесак, Илья, например, мы там столичные люди, например, Пола, Звезды, например. Ну, у нас другая как бы ситуация, например, да. А много же парней совершенно невинно, так сказать, скинхедов загнобили в тюрьмах. Ну, в общем, тем не менее, например, да. Вот существуют такие философские течения, например, да, называется. И, прежде всего, немецких мыслителей, да. Что нужно не только приспособиться. Я не говорю о том, что приспосабляться к нынешней действительности, да, называется. Но попытаться нести свою идею, например, посредством какой-то деятельности, например. Да, мы, Тесаком, это сторонники национал-сонализма. Мы об этом не скрываем, например, да. Вот. Тем не менее, мы должны в сложившейся ситуации, когда, допустим, наши идеалы запрещены, мы не можем их, допустим, да, называется, пиарить, например. Но мы можем делать полезные вещи для общества, для русского народа, например. Там, группа Корозия Металл играет в модные концерты, устраивает веселье в угар, например. Когда люди могут после трудовой недели прийти, например, или зазырить постоянно наши угарнейшие тризеры, например. Также и Тесак, например, да. Он несет свою, так сказать, это называется, миссию, например, да. Он же не может там рубить в ансамбле, например, да. Поэтому он делает... Может, 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 вы просто не знаете. Нет, ну, я к примеру говорю, например, да. Может, может, конечно. Но он делает не очковтирательскую борьбу с педофилией и педофилом. Он реально их излавливает, снимает на камеру и позорит на все страну. А что, например, чем занимаются депутаты Госдумы, например, и правительство? Они целыми днями только про педофилов говорят и говорят, говорят и говорят, например. А как не включить телевизор, там везде Моисеев пляшет, Киркоров, например, да. Это устраивает шабаши в Артеке, например. Я постоянно езжу каждое лето в Гурзов, отдыхая, где у нас Чивер, староста Гурзов, например. Там собирается моднейшая тусовка людей. И, соответственно, у нас там дофига знакомых, кто работает в Артеке. Мы с тобой постоянно периодически вводим наших новых друзей на экскурсии. И часто мы были, как называется, новые люди, они были шокированы. Почему в Артеке постоянно выступает Киркоров, Биструсов, в юбке шотландской, например. Или Моисеев, вот эта новая волна, вот эти вот все шабаши, например. Я прошу прощения, Украина не Россия. И у нас до перерыва 2 с копейкой в минуту, у нас есть еще один звонок Михаила из Казани. Предлагаю на него выстроить вопрос, быстро ответить. После чего у нас будет небольшой перерывчик, и мы продолжим. Так, Михаил. Алло. Алло, Михаил из Казани. Слушаю вас внимательно. Ваш вопрос. Алло, привет, паук. Как бодрый дух, например, это Михаил, который тебе привозит. Манеж, Бальзам, Бугульман, например. Да, да, Бугульман, отлично, нам очень нравится. Вот, да, да, да. Например, ты меня помнишь, наверное, в этот раз я, например, опять дико ломлюсь в марте, например, в Москву. Вначале иду на Креатор, а потом 16 тонн к тебе. Так, у нас минимум времени вопрос. Вот, вопрос. Когда паук после выборов губернатора под Москвой, возможно, он захочет баллотироваться на выборы президента Татарстана, например. И что-то сделает вообще с ситуацией с металлом, например. Потому что у нас вообще никаких концертов, например, дико угарных не проводится, называется. Возможно, он как-то поможет нам в этом смысле, например. Ну, смотри, как называется, например, да. Если я стану губернатором Подмосковья, естественно, мы сделаем идеальное это устройство, например. Так, как я говорил в Химках, что мы возродим горбушку и большой театр, естественно. То тогда, создав такую модель, всем остальным губернаторам, то же самое, допустим, губернатор Татарстана, ему станет дико неудобно перед Путиным. Потому что Путин может подойти и сказать, слышь, а что, допустим, в Подмосковье везде рок-клубы есть. А у вас даже в Казани, кроме, допустим, этого Маяковской, это, ну, это желтая кофта, ни одного приличного клуба нету, да и в том аппаратура дурацкая, например. Конечно, сразу быстро, это губернатор Казани, мэр, сразу быстро пошустрят, построят там образцово-показательный рок-клуб, например. И все жители Казани, студенты смогут за мелкий прайс ходить на креатор, например, на моды западной группы, ну, и поддерживать отечественный металл. Ну, схема вот такая. Я понял. Огромное спасибо. Так, Михаил, вы получили ответ на свой вопрос? Огромное спасибо. Так, ну, чего, если я правильно... Настолько любопытной, скажем так, передачи в моей практике, насколько я ничего не путаю, еще не было. Но это хорошо, поскольку, во-первых, не все, но это хорошо забытое старое, а, во-вторых, каждый новый скилл повышает бодрость духа, как известно. Вот, именно поэтому мы сейчас уходим опять на небольшую паузу. Я напоминаю, что у нас в студии, если вы по очищанию забыли, общественно-политический деятель, лидер треш-металла, группа Коррозия Металла Сергей Троицкий. И мы вернемся к вам через несколько минут. Я напомню, что с вами программа «Искусство возможного» и я, Сергей Ильин. Мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что телефон в студии 84956510996. Это программа «Искусство возможного». С вами я, ее ведущий, Сергей Ильин. И у нас в гостях лидер треш-металл-группы Коррозия Металла, общественно-политический деятель Сергей Троицкий-Паук. Еще раз приветствую. Так, правильно ли я понимаю, что у нас уже появились опять какие-то вопросы? Собственно говоря, я никогда не видел такого количества звонящих в студию. Нет, ну, надо понимать, что в данном случае дело в том, что обычно мы занимаемся вещами, связанными с политикой, но мы не занимались вещами, связанными с шоу-бизнесом, и мы, возможно, не знали, что такое настоящий трэш. А также угар, ну, не будем говорить обо всем остальном. Мне, по крайней мере, так представляется. Вот. Если говорить о роке, вообще рок — это искусство протеста или нет? Я как раз на тему, пока вы там добирались до моей студии, общался с Максимом Кононенко. Он говорит, что ну что такое рок? Рок бывает разный. Вот это рок, вот это не рок, а это вообще не рок, а тоже, говорю, какие-то плохие слова. Рок — это искусство протеста или что-то иное? Или рок — это просто протесты есть? Или рок действительно бывает разный, нужно понимать, что там где? Есть глобурный рок, есть... Да-да-да, что как бы есть направление, которое так называемого чистого искусства, например, рок, например, он везде есть, например, неважно, это рок, металл, попса, например, да, оно... Ну, а так, в принципе, конечно, рок и металл — это искусство протеста против чего-то. Против каких-то догм, допустим, там, общества, например, допустим, или же какие-то политических высяков. Ну, догмы общества, как правило, в общем-то, скорее всего, с политикой связаны, а в последнее время по всем признакам любые догмы общества немедленно получают политическое отражение, не так? Ну, конечно, конечно, естественно, само собой разумеется, например. Конечно бы это, но это счастье творческого человека — заниматься чистым искусством, да, называется. Когда ты, допустим, думаешь о каких-то глобальных, например, философских вещах, космических, мистических, например, в общем-то, да, и, соответственно, создаешь такое искусство, например, да, вот. Но у меня был такой период, например, знаешь, когда где-то, наверное, 89-й год, например, да, когда корреспонденты американские спрашивали, ну, как вот вы же вот, раньше вас как бы преследовалось такое, говорю, нет, сейчас я занимаюсь чистым искусством, у нас вот голые девки, пляшут карлики, гробы, например, мы даем гастроли, нам очень здорово, все отлично. Но когда началось адское крушение вокруг, когда у твоих же фанатов стало ноль руб-ноль коп, они стали не в состоянии покупать билеты на концерт, то, естественно, например, допустим, политика и ад, они пришли, это и в нашу музыку, например, в общем-то. Мы тут тихонечко переписываемся с моей продюсершей, и выясняется, что она мне пишет жалобно, открывая сегодня служебные тайны, мне уже, по-моему, терять сегодня нечего. Она пишет, все нас предали, и Дугин, и Макар недоступны, я думаю, что они еще появятся, и нет, из-за этого вынуждена перейти к следующей нашей теме, которую мы так и не затронули. Слоганы. Поскольку прочев это, я, ну, просто поленился ей писать, я очень плохо умею одновременно говорить, писать и нажимать на кнопки. Вот, но это очевидный случай, не верь никому, верь пауку. Пауку в худшем случае опознать на 15 минут, это, в принципе, терпимо. Это, в принципе, терпимо. Вопрос. Если я правильно понимаю, судя по моим знакомым, сейчас вы больше знакомы не как музыкант, не как правообщественный деятель, подчеркиваю, судя по моим знакомым, а как великолепный, действительно великолепный шоумен. Причем шоумен, который отнюдь не ходит при этом в юбке и без трусов. Еба. Известно почему. Вот, вот, как удалось достичь этого, потому что, в принципе, есть точка зрения, что многие рок-музыканты, а, ну, грубо говоря, несколько неумны, и, б, не умеют говорить. Они там придумывают какие-то там неочевидные стихи и начинают их реветь. Вот, никто, насколько мне известно, не может себе позволить заявлению, сделать заявление, что паук не умеет говорить. Я не спрашиваю, так это или нет, у меня есть в этом некоторая уверенность, которой, как мне кажется, мне достаточно. Но вопрос, как удалось достичь этого? Вот откуда вот этот, я прошу прощения за предательское заявление, за предательские слова, но я должен как-то это оптеоритизировать свою передачу. Вам удалось задать некий дискурс. Вам сегодня позвонило пять каких-то совершенно никому непонятных пинчей, которые говорят именно в этом дискурсе, без вариантов. То есть, паук это не то, что, не только то, чему следует, как утверждает, верить, это очень заразно. Хорошим смыслом, этим словом. Как это достигают? Ну, дело в том, что мне... Мне завидно. Там, допустим, это папа, он доктор философских наук, например, да, называется, и с детства он мне, как называется, раскрывал, например, все это, ну, на разном уровне истоки, как может рождаться философская мысль, например, да. Но, естественно, когда я думал о том, что вот философия, например, такие, я смотрел на его книжки, тяжелейшие трактаты, например, да. И, в принципе, например, если посмотреть на громаднейший толстый трактат философа, да, который, ну, на самом деле, например, какой-нибудь человек, он мог бы, например, на самом деле, весь смысл и всю идею этого трактата, например, да, ну, уместить там в двух-трех фразах, например, да. И тогда я стал размышлять, например, если я буду, как папа, говорить очень длинные телеги на беркете, философские мысли, например, раскрывать, то меня никто не поймет, например. И поэтому, как бы, само по себе стали рождаться какие-то новые слоганы, какие-то слова, например, да, которые могли бы сразу обозначать сотни понятий, например. И в то же время мы находимся в таком обществе, когда люди не понимают друг друга, например, да, они даже могут быть влюблены, например, жить вместе, например, но их сердца не разговаривают с собой, например. Поэтому нужны ключевые коды какие-то определенные, сленг, например, так называемый, вот, который мог бы, люди могли бы находить с помощью него понимания. Ну, и в то же время, допустим, пауковский сленг, например, да, он же еще может иметь это практическое применение. Вот представьте себе, помните, этот человек, который из поезда вывалился, 7 километров в трусах прибежал, да? Помню, помню. Вот, но, да, это, конечно, сейчас хорошо об этом говорить, когда этот пиар произошел большой, и студия из клевой Москвы рассуждать о том, что он догнал. А представьте, он опоздал его на 3 секунды. Он как дурак, находится на ливейшей станции, например, да? Если раньше, допустим, вот, предположим, в 83-м году, когда мы с хипарями бесплатно путешествовали по России, но мы были в модных майках «Аромейден», в модных кроссовках «Адидас», например, мы могли подойти на любую станцию, какой-нибудь приличной женщине, сказать «Здравствуйте, мы из Москвы, дико отстали от поезда». Не могли бы дать 30-40-50 коп, например, допустим-то? И какая-нибудь тетка сказала «Да не может быть, вы отстали от поезда». «Да пойдемте, ребята, ко мне домой, я вам дам целую кучу еды, бухла, куплю билеты на поезд», например. Ну, я аутрирую, например, да? Ну, люди, это была нестандартная ситуация. Сейчас бы этот человек, если бы в трусах, он бы кому-нибудь подошел на станцию, просил хоть рубль, например, ему мало того, что... Ему ударили по лицу. Да, ударили по лицу и могли еще даже ментовку забрать, например. А если бы человек сказал бы, например, подошел к кому-нибудь и говорит «А, например, можете подогнать, допустим, 10-15 руб, например?» А это был бы человек, который понимал бы сленг, то сразу бы он понял бы, что это свой человек, он попал в дурацкую ситуацию, и ему чем-то бы помог бы. Стоп, кажется, я начинаю понимать. Это довольно любопытный момент. Но тут еще один... Вот именно на эту тему. Именно вопрос сленга, но в данном случае не паук сленга, а общего неформального сленга, условно говоря, начала 80-х. Того же как-то Беля, условно говоря, того же Гоголя, например, и так далее. Да, да, да. Вот. То есть, вот они панки, вот они хиппи, которые еще пока не дерутся, вот они, ну, может быть, даже фашисты, не факт, но вот они металюги. Вот, сленг один. Вот. Прошло 5-7 лет, и не только на 20, известно какой, апреля, но и на все остальные дни, все эти так называемые неформалы... Сейчас об этом уже трудно вспоминать, конечно, это было очень давно, и часть наших слушателей еще не родилась в это время, это действительно было. И вот люди, которые вместе пили портвейного вино и так далее, вот вдруг ни с того ни с сего, разошлись по своим конурам и стали друг друга ненавидеть. Вот как это вообще отразилось на политической жизни, например? Ну, ты имеешь в виду, в каком смысле разные люди разошлись по своим квартирам, например? Ну, вот есть несколько тусовок, которые говорят на одном языке, имеют какие-то общие интересы во всех смыслах этого слова. Вот. Проходит, ну, буквально несколько лет, и они в лучшем случае смотрят друг друга, ну, не через прицел, разумеется, но что-то в этом духе. Ну, там, знаешь, как сказать, это к большому счету, например, это между там, особенно между панками и металлистами, не было-то никакой, в общем-то, вражды, например, в общем-то. Вот. Ну, и любое направление, например, оно в разные годы становится по-разному. Вот, предположим, в свое время мы делали корпорацию тяжелого рока, занималась благотворительной деятельностью, мы выпускали различные проекты по типу там «Железный марш», «Панк революция», например, да. Когда панк-рок горел в аду, например, и там люди, не было ни одной звезды, мы через наши СМИ раскручивали такие ансамбли, как «Король и Шут», например, «Четыре таракана», ну, неважно, например, там десятки, там, «Елизи Мэйди», десятки групп, которые сейчас блистают, например, на нашем радио, тогда не были никто, например, в общем-то, вот. Они все стояли в очередь около, в офис КТР, например, подписывали контракты. Как только началось гонение на скинхедов, например, эти все, эти же все панки, например, в общем-то, они сразу прокляли КТР, например, и даже если, когда мы Чачу видели в аэропорту, он становился не в вип-ход вместе с нами, чтобы быстро пройти в самолет, а с таджиками стоял в очереди два часа, вдруг его какой-то репортер с фашистами сфотографировать. Но, когда, например, это и все панки, мне Пурген заявлял, мы аполитичны, мы никогда не в жизни не будем петь политические песни, например, в общем-то. Мы хотим зарабатывать свои 30 тысяч долларов в месяц, и нам будет отлично. Стоило только, например, ситуация измениться, «Нойз МС» спел политические песни про «Мерседер-66», так уже смотрю, все эти панки, которые 6-7 лет назад, например, они осуждали все вот эти вот политические заявления «Вайт Пауэр Групп», так уже сами сразу конъюнктура, увидели, что Пусси Райт исполнил эту песню. Как же так? Если мы будем петь политические песни, значит, мы тоже станем актуальны, мы будем современными людьми, и вдруг нас заметит оппозиция, например, нам приносят на какой-то концерт, дадут нас денег, например, или же еще какие-то блага. Стоп, я прошу прощения, я услышал ключевое слово, которое все настолько к моему неудовольствию любят, что я его вынужден произнести тоже и переспросить. Пусси Райт. Что это за странный феномен? Удачно выстрелило нормальные пацанки или что? Да, это... Или просто повезло, как-то. Да, там, значит, ну, где существует, допустим-то, это пирог с 30 начинками, например, да, который нужно в каждое в отдельностном случае. Это, да, удачно выстрелило, например, да, здесь есть разные составляющие, например, да. Во-первых, сама пиар-заготовка сделать, значит, провокационную тусовку в храме Кристоя Спасителя. В результате этого было прогнозировано, что пойдут такие-то деятельности, ну, деятельности определенные. Это опорочит, с одной стороны, там, президента, например, власть, вызовет в обществе раскол, бурление, например. Одновременно это Пусси Райт станет, станет этой мегапопулярной группой, как тату, например, они уже будут гастроли по всему миру давать, например, да. Года через два. Да, да, года через два, например, в общем-то, вот. И, как бы, это одна составляющая, да. Теперь вся пиар-компания, например, со стороны как оппозиции, так и официальных властей, и вся вот эти вот диспуты, они, как бы, шли вокруг того, что ой, плохо, что девочек задержали в тюряге, держат, например, другие, нет, правильно, богохулицы должны сидеть, как-то Мамонтов озвучивает позицию свою. Но ушло на последний план сама песня, само произведение, например, да, называется. А как вам, как не только металлисту, но и отчасти панку данное произведение? Я считаю, что если абстрагироваться, да, называется, и что оно, конечно, оскорбительное произведение. Нет, это понятно. Почему бы и нет? Оскорбительное произведение к президенту, так, да, называется, но оно гениальное. Это, вот вы, допустим, если, это, повесить такое объявление в сети. Наша фирма, допустим, предположим, там, Навальный и Компани, дает 10 миллионов долларов на моднейший антипутинский хит. Вы что думаете, например, да? Там, конечно, люди многие могут сказать, о, да это мы за одну секунду. А они могут тысячи песен наделать, но такой гениальный за 20 миллионов долларов даже ты не сможешь купить. Как и Битлз, есть, тудэй, это сочинили, и, в общем-то, но, ты хоть, как называется, наизнанку вывернись, ты, как бы, ну, не сможешь такой же хит сделать, предположим. Ну, вот. И, соответственно, но, и, соответственно, это самый большой удар за все время по Путину, который мог быть за все время. Но он сам виноват в этом, например. Да, получается так, он делает какие-то, как белка в колесе вертится, делает большие усилия, продвигает, там, газовые трубы, там, все такое, делает моднейшую международную политику, например, заботится о пенсионерах, ну, и в то же время, это половина всей ситуации спускает на тормоза, там, называется, да, эти, да, если чиновника, конечно, всех уволить, например, да, ну, или не арестовать, как вы видите, то, кто будет работать. Минус, но у меня возникает очень короткий вопрос, мы уже приближаемся к нашей последней паузе. Но это все-таки был содержательный проект именно в той части, что он остроумен как пиар и остроумен как исполнение, или он еще хорош содержательный, то есть девушки еще имели какие-то идейные соображения, которые они хотели донести. Они же сами песню эту придумали, я же никто не заставлял, они просто придумали, а, соответственно, опытные пиарщики, например, которые имели связи в разных политических кругах, они вот это гениальное произведение, они просто гениально еще пиарно обставили. Уже после того, как или во время? До этого. То есть там, судя по всему, были какие-то интересные, очень модные скрытые силы, которые... Да, модные скрытые, скрытые, темные, светлые силы, которые все переклилось, это, но, в один клубок, и, соответственно, когда было генеральное произведение, есть чем работать, понимаете, да, посреди? Я понял, прошу прощения, я напоминаю, что у нас программа «Искусство возможного», и мы уходим на нашу последнюю паузу, я ведущий Сергей Ильин и наш гость Сергей Троицкий. И снова добрый вечер, с вами «Искусство возможного», Сергей Ильин и наш гость Сергей Троицкий-паук. Я напомню, что вы можете звонить в студию по телефону 8495-651099-6. У меня вот какой вопрос. Сергей, правильно ли я понимаю, что вы, с одной стороны, являетесь представителем правой тусы, но, с другой стороны, вроде как анархистом, или вы отошли от анархизма? Ну, как сказать, допустим, это анархическое направление, Бакунинское и все такое прочее, например, оно, в общем-то, тоже, как бы, было в свое время, например, не было этого движения, не было там большевизма, то и не появился бы, как называется, и правое движение, например. В свое время, да, был наш такой друг, угарный бизнесмен Андрей Лычаков, он организовал это анархическую партию, например, в общем-то, вот. И мы в Москве в начале 2000-х годов устраивали очень много веселок, анархических вечеринок, например, в общем-то, митингов, демонстраций фугарных, например, и мы же именно первые в Москве, когда я начал общественно-политическим деятельностью заниматься, я был на многих митингах, там была такая дурацкая скукотища, например, и именно КНТКТР и анархическая партия, например, мы первые стали превращать митинги и демонстрации в перформансы, чтобы людям было веселее и интереснее проводить свой досуг и одновременно бороться за свои права, например. То есть, условно, Гельман начал у нас в России этим заниматься лет через 10 после этого. Конечно, конечно. Надо его тоже позлить. Вот. Ну, если же мы упомянули Гельмана и решили его позлить, вопрос. Вот, в принципе, среди рокеров в целом, среди трешингов, среди металистов, если угодно, да и, собственно говоря, среди скинов довольно много язычества и отчасти сатанизма. Это, наверное, правильно. Вот. Но общеизвестно, что наш гость, уважаемый, дружит также и с православными, в том числе и с православными батюшками, тоже в той или иной степени, к примеру, мой знакомый с детства, отец Никон Белавенец. Да. Я просто учился у его мамы играть в шахматы, в детстве, поэтому я познакомился. Он был таким милым, пухленьким мальчиком, мы с ним ровесники. Вот. Вот как это сочетается? Поскольку это уж, казалось бы, совершенно несочетаемо. Я процитирую дико модного ныне православного эксперта Кирилла Фролова, который, комментируя несколько лет назад некоторые фотосессии Коррозия металла, говорил, что эти фотографии являются знаками для всех тех, кто был увлечен подростковым ситанизмом. Все, стоп, ваш лидер, имеется в виду Сергей Троицкий, завязал и время идти в церковь. Это вопрос, который, видимо, требует некоторых размышлений. Он провокационный, но... Ну, а что касается меня, у меня в роду было 13 попов, например, да, называется. Последних двух, например, они были расстреляны в 37-м году, например, сталинским ГПУ, например, да. И первая бомба, которая попала на Вязьму, например, с моднейших, например, это немецкие хиханкли семьи, например, они красоты дома, это, ну, жильцов, это сотрудников ГПУ, которые расстреливали моего деда, и бог тем самым таким образом их покарал, например. Они отправились в ад со своими семьями, детьми, например, допустим, и так далее. Вот. Соответственно, у меня до сих пор дома хранятся масса старинных икон, например, которые в том числе и дарил, так сказать, отец Тихон, протерей Тихон, да, который выступал активно против большевизма, например, в общем-то, это, вот, которого тоже замучили сотрудники ГПУ, и в результате этого он умер, например. И недавно я вот как раз возил, мы купили дальнюю деревню Пауковку, два Псковской области, например, где вот во время войны была Псковская миссия, например, да, называется, вот. И несколько, там есть несколько церквей, родина патриарха Тихона, например, и я привозил иконы. Туда и все местные жители туда дико прибежали, батюшка сразу совершил крестный ход, например, в общем-то, и все были дико рады, например, фотографировали с ней, например, ну и все такое прочее, в общем-то. Вот. Что касается, допустим, язычества, например, да, эта тема сейчас дико модная и популярная, например, да, потому что, как бы, в наследство, наследство от СССР, например, мы получили 80% страшного человеческого материала, да, тупых людей, например, потеряли всю историю, корни, например, да, называется, было целое поколение выкашенное первой, второй мировой войной, гражданской, например, там, гулагами и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы разобраться, какое будущее у нас впереди, к что мы будем строить, к чему стремиться, нам нужно разобраться в своем прошлом, например, да, посмотреть и взять из него все, что самое клевое, что может быть радовать человека, быть ему полезно в строительстве, допустим, вот оно радостное и счастливое жизни, например, потому что если этой мечты русской и вся химгинская миссия, она была для того сделана, чтобы создать образ русской мечты, чтобы эту идею подхватили какие-то другие люди, более модные философы, могли, которые ее, какую-то простую форму сделать, и к чему было бы стремились люди. А если к этому ничего стремиться не будут, например, то тогда, например, скоро Россия рухнет, и все люди сгорят в аду, например. Поэтому мы должны вот эти все вещи, например, изучать, и вместе все язычество, и православие, и всю эту культуру синтезировать в одном месте. Что касается Гельмана, например, я много раз был на концерте в Перми, когда он там был министром культуры, кроме дурацкой какой-то буквы «П» из бревен, например, который любой лесоруб за две копейки может срубить, например. Я ничего хорошего там не обнаружил, никакой моднейшей культуры, никаких модных галерей, все, наоборот, художники подходили мне, слушай, пока где нам можно выставиться, ни одного рок-клуба, например. И это как-то Гельман занимался пять лет, получал этот громадный транш, например, и для него, получается, для Гельмана рок-музыка не существует. А то есть там вообще не было рок-направления? Там рок-направления есть, но люди до сих пор в 2010 году в подвалах играли. Там ни одного рок-клуба, например. Что может охарактеризовать человека? Он просто мог бы сказать, когда министром там был, так, давайте пару моднейших подвалов за госсчет, как в Германии, выделим или какой-нибудь супермаркет там построим, где там будет какой-нибудь дом современного искусства, где в том числе будет находиться и рок-клуб, чтобы могли там выступать местные ансамбли, могли там репетировать, например. И так для города это копейки бы стоило, например. Но он даже об этом не подумал. Он же такой великий, крутой. А мы не можем исключить, что он считает, что рок-клуб и современное искусство любимые им, это разные вещи. То есть, условно говоря, вот такой совсем же отвязный панк, типа пустирается это еще туда-сюда. А рок-клубы, это неинтересно, это не современное искусство. Современное искусство это буква П из различного рода подручных материалов. Ну, значит, это какая скульптура, это такой человек, например. Окей. Так, ладно, теперь мы вернемся к модному философу Дугину. Его даже Пелевин называет модным философом, поэтому тут все хорошо. Он, поскольку он так и не вышел к нам эфире, я на него обижен, но и тем не менее. Александр Гелищ тут по поводу химик сказал дословно следующее. Я выдернул цитату. Такой современный, говорит он, русский музыкант, речь идет о Сергея Троицком с определенными взглядами, весьма специальными. Я не поклонник тяжелого рока, однако это гораздо лучше, чем Чириковой. Если что, хочешь, чтобы в химках гремел рок или какие-то яркие шоу, лучше это, чем госдеп и прямая оккупация. Вот что можно сказать по этому поводу? Разделяем ли мы эту точку зрения? Ну, что касается Дугина, он немного обманул слушателей. Допустим, когда я с ним познакомился в 1994 году, он постоянно приходил на концерты группы Король за металло, где немало выпивал КТР-бухла, кстати, например. И несколько раз мы вступали с ним в мощнейший в кутюжи, например, называется. У Дугина была масса запрещенных фильмов про ННР, например, про все такие вещи. И потом мы перемещали к нему, так сказать, на Хатово, на Маяковскую, например, в общем-то, где продолжались мощнейшие угар и обсуждение, например, сакральных и мистических вещей Анненерба. Нет, это меня на самом деле не удивляет, потому что, насколько я понимаю, Дугин в этом направлении грешил, скажем так, вовсе не с 94-го, а скорее с 84-го. И, собственно, первое, что он сделал, это вот это его дивное издание, название... Не Анненерба, разумеется. Вот, но там, где впервые в России вышли Генон и прочие, и его интереснейшие предисловия, то есть для человека, который, грубо говоря, в силу того, что он слишком много употребляет КТРовского бухла или что-то в этом духе, или обычного, и не может прочесть там, условно говоря, очередную книгу Генона или кого-нибудь там еще, достаточно прочитать 90-страничное предисловие Дугина, и, в общем-то, кое-что уже станет понятно. Конечно, конечно. Вот, но все-таки вернемся к Химкам. То, что было, это, на мой взгляд, был один из наиболее интересных хэппенингов в российской региональной, не побоюсь этого, политики, за последнее время. Я забыл. Какое место в результате удалось? Значит, ну, я занял третье место, набрал 6,9% голосов, например. Так, а Чирикова? Чирикова 15, например. Вот, ну, естественно, Чирикова, она местная, например, да, называется. У нас был бюджет, был бюджет, я не помню, 2,5 миллиона долларов, ой, рублей, например, да, а Чирикова потратила 12 или 14 миллионов долларов, например, да. Вот. Плюс, так называется, за нее и за Шахова происходил массовый сброс, например, вообще-то. Вот. Это уже любопытно. То есть, с одной стороны, консолидированы кандидаты не с тем на их позиции, которые все гнобят с одной стороны, и кандидаты от власти с другой стороны. По идее, должны были бегать друг за другом, предотвращать вбросы. Да, нет. То есть, дело в том, что там за, примерно за несколько часов до, так сказать, голосования, туда прописали еще, например, 15 тысяч таджиков, например, в общем, да, которым быстро... С российским гражданством? Да, 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 да. Им быстро дали фальшивые паспорта, например, в общем-то. Вот. Они все побежали, как называется, голосовать за Шахова, например, да. Соответственно, весь менеджмент, например, да, это громаднейший аппарат. Вы представьте себе 100 участков, да, и, в принципе, чтобы контролировать участки, это примерно 40 человек еще разных служб, например, начиная от уборчатых, училок, который там работает, или юридических сотрудников юридической академии. Они были, занимались только, только, это, мониторили ситуацию вокруг себя, чтобы вокруг остальных их не интересовало, например. Естественно, почему ассириковская оппозиция, вернее, она была дико недовольна, что участвует Паук, например. Они хотели там сделать блицкрик мощнейший. Это все находится под другой, под Москвой. Никуда не нужно ехать, никуда не нужно ломиться. Вот, полигарки... Тут я, пожалуй, перебью. То есть, было же понимание, что в обоих случаях основным, так сказать, соперниками является Шахов. Так что, в случае близкрига, грубо говоря, мочить Паука, вроде, казалось бы, было не обязательно. Тут нужно быть не слабого, а сильного. А про Шахова что говорить? Ну, тут что говорить про Шахова? Да нет, с Шаховом все понятно. Нет, ну что, вот как ты можешь с ним, вот, с ним, это, про него что-то говорить, что он сделал дурацкую дорогу, которая провалилась, например. Вот, вот все больше. Это человек никто, например. Вот, для обычного обывателя, обычный, чиновник тупой. Без лица? Да, да, просто, например, вот, без лица, например. И даже, бывают, бывают такие, значит, такие случаи, например, да, когда вот, например, человек совершил какой-то проступок плохой, например, посмотрел на экран, а он почернел, например, да, и только батюшка, если придет, но компьютер, допустим, это, это, как-то называется, это, орошит с этой водой, то он может снова что-то показывать. Это я понимаю, я как-то в году 88-ом перекрестил телеэкран с Кашпировским, ох, как же этот телеэкран трещал, смею вас заверить. Вот, и ответственно, такие бывают, такие люди, например, да, вот, у них тоже может вдруг исчезнуть лицо, например, как помните произведение от Гоголя, нос, например, да, ведь Гоголь, он же откуда взял, придумал, что человек превратился в нос, это же был реальный случай, например, да, о котором знал какое-то количество людей, например, они показали ему Гоголя, Гоголь отписал, естественно, такие случаи бывают редко, например, или же они, ну, не узнал какой-то режиссер модный, писатель, их не описали, и поэтому Шахов, да, он может вообще, он в один момент проснулся, посмотреть в зеркало, например, а там будет такое, знаешь, замыленное пятно, например, вообще. Понимаю, отчего же. И он может сразу... Прошу прощения, у нас 2,5 минуты до завершения, поэтому, так сказать, еще небольшой такой полублиц, а именно. Все говорят, и многие говорят, что на выборах губернатора Московской области, который состоится следующей осенью, может пойти паук, и, глядишь, много в этом преуспеть. Во-первых, правда ли это? Есть ли предположение выдвинуться туда? Да, у нас есть это предположение, наши специалисты готовят мощнейшую программу, например, даже, которая затмит химки, ну, с похимком там все уже придумано, у них жарае уже будет, так и так, например. Даже при Шахове? Ну, если я стану губернатором Подмосковья, естественно, конечно, я Шахову дам распоряжение, и он все сделает по нашим схемам. Там же ничего не появилось в химках. Вот смотри, если даже камеру поставить, допустим, 14 октября, и сегодня у нас кое, 7 февраля, там ничего не изменилось, не появилось ни одного летающего дирижабля, даже ни одного механического зайца, например. Вот, а если спросите людей, А искусственная пальма или там... Вообще ноль, ничего нет, например. Как было все, так все мерзкий, страшный снег лежит, слякать, например, допустим, пробки такие же, например, и люди хмурые идут, практически ноль улыбок, например. Вот все, весь итог. Есть уверенность в том, что на московскую область, грубо говоря, денег хватит? Вопрос совсем короткий. Да хватит, с меру по нитке это, но соберем, например. Московская область, это не эхимки, это понятно, да, то есть просто тупо по избирательным участкам собирать подписи, это уже совершенно... А мы не будем, мы не будем такой лабудой заниматься. Собрание подписов, он не регистрирует. У нас же, у нас же, это... Актив? Кто победил в битве экстрасенсов в этом году? Вспомни, Велес, Велес, наш, как бы, наш человек, например. Поэтому мы не будем никаких дурацких, там, вот этих, ну, на участке стоят наблюдателей, и так далее, и так далее. Просто Велес прочитает магические заклинания, например, да, предположим, раз какой-то человек шаховский заходил... Как агитирует посредством магии, я еще понимаю, но как посредством магии собирают подписи, это я, к сожалению, А там просто он код дает, например, и все в одном месте люди с паспортами собираются, быстро пишут все эти, ну... И сдают бесплатно. Да, издают. А также сами садятся на автобусе и устроят вот эту самую очень харду рулетку, или как там она называется, когда люди въезжают и выезжают. Да, 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 все это будет. Просто нужно современные технологии это, как называется, использовать. Абсолютно справедливо, и большое спасибо. Мы действительно, напоследок, услышали какие-то совершенно уже дичайшие технологии, и на этом мы сегодня заканчиваем программу «Искусство возможно». С вами был Сергей Лин, в гостях у нас был Сергей Троицкий. Паук.